МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Важные события из жизни большого города". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодой директор школы Артём Житков не без гордости рассказывает об учебном заведении, которым он вскоре будет руководить. Школа в микрорайоне Новая Самара введена в эксплуатацию. Сейчас завершаются подготовительные работы. К 1 апреля рабочие должны собрать мебель, установить оборудование. Два спортзала будут оснащены лучшими тренажерами и дополнены открытыми площадками во дворе. В библиотеку приобретается учебная и художественная литература. Уже сегодня можно оценить акустику концертного зала, а скоро повесят занавес и завершат оформление. Мы так посмотрели, что он будет гармонично смотреться со стенами. И если занавес сделать верхний, такого же цвета в один тонн, то все внимание будет не на зрителя, а на занавес. То есть он утяжелит всю конструкцию. Поэтому приняли. Достойно. Строительство школы на 1200 мест началось в августе 2019 года. В учреждении было включено национальный проект «Жилье и городская среда». Все работы шли под контролем региональной городской власти. Школа на 1200 мест в микрорайоне Новой Самары имеет стратегически важное значение. Город стремительно развивается к северо-востоку от центра и для жителей новых кварталов необходимо обеспечивать доступность образования. Это заведение будет соответствовать всем современным учебным трендам. Кроме того, вот на этой площадке появятся масштабные спортивные комплексы. В июле 2020 года качество работы оценил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Кобаров. Он прибыл на стройплощадку в сопровождении губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Вместе со школой проводится масштабное благоустройство прилегающей территории. Идея такова. Есть новостройки, значит должна быть и вся необходимая инфраструктура. Сегодня родители уже записывают своих детей в новое образовательное учреждение. Записаны номера и сам буду их обзвонить лично. Живут здесь местные? Да, живут здесь. Это в основном жители Новой Самары. Сейчас пока больше другие не обращались. Но какой возраст в основном? Разный, совершенно разный. В основном это первоклассники, второй, третий, пятый, седьмой классы. Современные стандарты будут реализованы на самом передовом оборудовании. Здесь же создается хорошая база для дополнительного образования, чтобы ученики могли еще и получить первые навыки, возможно, своей будущей профессии. В школе планируется организовать преподавание по специальностям ландшафтный дизайн, столярное мастерство, театральное искусство и танцы. Пружки и секции начнут работать уже с 1 апреля. А насколько это будет востребовано, покажет ближайший учебный год. Одна из самых лучших школ в Самаре. Она действительно современная, она действительно достойно оснащена. Оценку, что это за школа, чуть позже дадут дети и их родители. Но мы стараемся, чтобы новая построенная школа оказалась самой востребованной. К 1 сентября школьные классы будут укомплектованы полностью. Открытие учебного заведения ждут многие, в особенности ученики, которые сегодня вынуждены ездить в другие микрорайоны. Еще одна новостройка особой социальной значимости – школа на пятой просеке. Первый корпус полностью готов, а на смежной площадке снова идут строительные работы. Началось возведение второго. До конца года подрядчик должен завершить строительство и благоустроить прилегающие территории. Оба здания возводятся по национальному проекту образования, по просьбам жителей микрорайона. Строительство под особым контролем губернатора. В Самаре подобный комплекс будет первым. Это будет одна из самых современных школ в городе. С учетом уже ввода в эксплуатацию первого корпуса на 600 мест, который находится в непосредственной близости от строящегося объекта. Еще инновационность данного корпуса – это один из немногих школьных корпусов, в котором будет встроенный детский сад на 75 мест. Со своей отдельной прогулочной зоной, с отдельным входом для детишек и для родителей, которые будут приводить детей. Сейчас идут строительно-монтажные работы по устройству фундамента и гидроизоляции. Школа находится на склоне у набережной. Из-за перепадов рельефа местности на территории выполняются работы по устройству монолитных подпорных стен. Еще один важный для города объект – детский сад по нацпроекту «Демография» на улице Подшипниковой, 27. Это здание, рассчитанное на 112 мест, ждут многие молодые семьи. Строительство началось в ноябре прошлого года на месте, где раньше уже был детский сад. Демонтированы старые развалины, выполнены земляные работы, началось устройство фундамента. Сегодня проекты самарских новостроек и школ, и детских садов реализуются по самым современным технологическим решениям. Основное требование нашего времени – использование новых материалов, использование новых технологий. И, конечно, дизайн школ, и внешний, и внутренний, он совсем отличается от того, что было раньше. Школа будет выполнена в той же концепции на пятой просеке, что и первый курсус. Чтобы это смотрелось как единый учебный кластер. Здесь тоже будет достаточно интересный проект. Детки будут сюда ходить с огромным удовольствием. Согласно проекту, в детском саду на улице Подшипниковой будет ясельная группа. Три основных и две планируется оборудовать для детей с ограниченными возможностями здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова